Хоккейный клуб Даугапилса Динабурга вернулся в высший дивизион и намерен показать высокие результаты в Лиге Оптибет, где в этом сезоне выступает 8 латвийских команд. Такого количества коллективов на латвийской хоккейной сцене не было уже давно. Это свидетельствует о хороших условиях для развития как национальной школы, так и региональных клубов. Во время проведенной на прошлой неделе пресс-конференции, главный тренер Динабурга Атварстрибунцов отметил, что команда мотивирована, находится в отличной физической форме и готова показать себя. Так сложилось, что в этом году в команду вернулись многие из тех, кто до этого выступал в клубах США, России, Европы и Риги. Полностью укомплектованные квоты легионеров, игроки из Литвы, России и Казахстана. Повышенную активность и готовность оказать поддержку также проявляют и местные фанаты хоккея. Горожане действительно интересуются хоккеем. Хоккейное сообщество Даугапилса заинтересовано в развитии ледовой школы разнообразной поддержки. Люди приходят, мы общаемся. Это очень приятно, что такое движение и со стороны самих даугапилчан. Очень надеюсь, что эта тенденция сохранится и даст свои плоды. Первая игра против вице-чемпиона в ХК Курбатсвриге показала готовность нашего клуба биться до конца. Поражение в дополнительное время 3-2. Теперь команда приглашает каждого поддержать наших хоккеистов во время домашних игр в Даугапилском ледовом дворце. Ближайший матч состоится в эту среду, 18 сентября, в 19.00 против хоккейного клуба Лепа. Мы ждем всех и каждого, детей и взрослых, тех, кто готов нас поддерживать и давать свою позитивную энергию, двигать нас вперед к победам. Мы будем очень рады такой поддержке и постараемся вдохновить и наших зрителей. Попасть на игры ХК Динамбурга в Ледовом дворце также можно будет 25 и 28 сентября, когда наш клуб выступит против рийских команд Олимп и Мого. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.